Добрый день! Счетный житель города Владивостока Геннадий Накентьевич Лазарев. Геннадий Накентьевич, самый, наверное, актуальный вопрос для ректора любого университета – это приемная кампания. Тем более сейчас середина лета идет у нас как в ОВГОЭС в этом году. Поступают ли абитуриенты? Кто идет сегодня? Я считаю, что мы достаточно хорошо подготовились к учебному году. У нас есть целый ряд новых оригинальных решений. Я считаю, что мы в значительной степени гарантируем нашим выпускникам при условии их добросовестной учебы хороший результат, то есть востребованность на рынке труда, хорошую работу с достаточно высокой заработной платой. И с учетом того, что это не вчера было заявлено, с учетом того, что у нас уже, скажем так, есть кредитная история, и наши выпускники на самом деле сегодня есть официальная статистика, достигают вот таких результатов. Поэтому и абитуриенты к нам идут. Но, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы абитуриенты шли сильные. Сегодня для нас очень важно балл ЕГЭ. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те абитуриенты, которые к нам придут учиться, они были тоже заряжены на результат. Ну, мы готовы помогать. Ну, слушайте, ну, вы 26 лет уже в университете возглавляете. Вы каждый год что-то новое придумываете. Откуда берутся идеи? Откуда черпаются силы для придумывания этих идей? Знаете, я считаю, очень хорошая штука – конкуренция. Жизнь устроена так, что если хочешь быть востребованным, если хочешь быть успешным, то надо конкурировать и в конкурентной борьбе иметь свою нишу, быть в чем-то лучше конкурентов, и люди к тебе потянутся. Ну, хорошо, у нас есть, допустим, все, мы знаем, не скрывать, три университета объединились, между собой создали большой, единый федеральный университет. Вот вашему университету в этих условиях насколько сложно или, наоборот, легко выдерживать конкуренцию? Вам чем сложнее, тем лучше получается, так что ли? Они вам создали, наверное, дополнительные какие-то конкуренты? Нет, ну, конечно, конкурировать с таким монстром, который в течение нескольких лет строила вся страна, и который по ресурсной базе сегодня, прямо скажем, намного больше, чем наш университет, конкурировать трудно, поэтому мы выбрали для себя свой путь. Мы позиционируем себя как университет, который не лучше и не хуже, он просто-напросто другой. Если федеральный университет своей главной целью преследует подготовку кадров для науки, для международных проектов, то мы позиционируем свой университет как университет практико-ориентированный, выпускники которого сразу после университета конкретно подготовлены к работе на конкретных рабочих местах, и мы ставим задачу перед университетом, перед нашими выпускниками подготовить их так, чтобы буквально через несколько дней после окончания университета и прихода на работу наши выпускники готовились, не готовились, чтобы наши выпускники давали, скажем так, продукцию, за которую работодатели будут получать приличные деньги и за эти деньги платить приличную заработную плату выпускникам. И, кстати, я вот уже как-то говорил, сегодня вот в этом направлении все становится проще. У нас в России открыт такой портал в интернет, портал трудоустройства, и на этом портале вот можно буквально сейчас зайти и посмотреть всех персональных выпускников всех университетов России, которые после окончания университета пришли на любое рабочее место на всей территории России, и узнать, как эти выпускники трудоустроены, какую они заработную плату получают, и посмотреть в динамике, как увеличивается их заработная плата. Эта система работает с помощью нашего пенсионного фонда, где имеется вся эта информация. Так вот, мне приятно, что на этой странице наш университет выглядит весьма и весьма достойно, во всяком случае, лучше всех в нашем Приморском крае и на Дальнем Востоке. — Что сегодня является новомодное слово «фишка»? Вот у университета сегодня вашего есть такая вот составляющая? — Фишка? — Да. Вот то, что есть только у вас. Вот вы скажете, это вот только у нашей, и все. Это причем не то, чтобы даже наша, а наша уникальная отечественная разработка, и только мы так делаем, и больше никто так не делает. — Есть, да. Я считаю, что вот в рамках ориентации на практикоориентированность мы сделали суперсложную работу. Мы создали условия для работы преподавателей, платим им хорошую заработную плату, и вот кто бы меня не убеждал перестраивать университеты, готовить лучшие кадры, это все от лукавого, до тех пор, пока преподаватели получают нищенскую зарплату, и до тех пор, пока преподаватели учат не тому, чему надо с точки зрения работодателей, а тому, что в свое время научились делать сами, прочитав книжки. Беда наших университетов в том, что преподаватели преподают чаще всего то, о чем знают по книжкам, а не по практике. Мы такую ситуацию принципиально изменили, и наши преподаватели знают то, чему учат по практике, с одной стороны, а с другой стороны, вот это нам позволило перейти в другую схему организации учебного процесса. Я уже как-то говорил о том, что в нашем университете при четырехлетней продолжительности обучения мы так перестроили учебный процесс, что наши студенты теорию изучают три года, а восемь месяцев четвертого года они работают на практике. И вот эти три года, которые студенты учатся, мы их учим, исходя из того, что они должны приучиться ходить на занятия, они должны каждый день к занятиям готовиться. И здесь смысл в том, что если мы этому не научим в университете, потом студенты не будут к этому готовы и на работе. И мне кажется, еще одно очень важное обстоятельство – это оригинальность университета тоже. Мы вот с этого года вводим сквозной курс коммуникативности. Вот беда многих выпускников состоит в том, что, приходя на работу… Они не могут себя продать? Они не умеют общаться, не могут себя продать, не могут выстраивать отношения в коллективе. И этому в наших университетах или учат недостаточно, или учат мало. Мы этому учим очень посерьезно. Но вот работодатели, они как-то изменили отношения к университету? К вам приходят из крупных компаний Приморского края, говорят, Спасибо за то, что вы подготовили таких специалистов и благодарят вас именно за вот эту систему, которую вы внедрили в университете. То есть три года обучаемся, четвертая практика, пятый – диплом. Пятый – не диплом. В конце четвертого года диплом. Четыре года сейчас учатся. В моем понимании самое главное – это то, что через 8 месяцев практики более половины наших практикантов уже трудоустроены. То есть они себя так зарекомендовали на рабочем месте, что работодатель их берет на работу. И, кстати, вот такая технология практики, она на самом деле превращает практику из формальности в действительно полезное дело. В такой практике заинтересованы сами студенты, заинтересованы преподаватели, университет, работодатель и, по большому счету, общество. И, как это ни странно, но в университетах России почему-то по такой схеме не идут. И это, я считаю, принципиальная, отличительная особенность нашего университета. – Евгений Георгиевич, ну не могу не спросить. Верите за постоянно этот вопрос уже в последнее время. Значит, в университете, я так, насколько я понимаю, прошли выборы. Назначен с сентября месяца университет будет другой ректор, а вы почему-то покидаете свой пост. Почему вы решили покинуть? И кем вы теперь останетесь? Потому что невозможно представить, что как в свое время технический университет был, который очень долго не могли представить без Геннадия Петровича Турмова, так и здесь очень сложно представить, как ГОЭС будет без Геннадия Чавазарева. Или вы остыте в системе БУЗа? – Ну, мы на прошлой неделе избрали нового ректора. Это доктор экономических наук, заведующая кафедром и профессор Терентьева Татьяна Валерьевна. Она с сентября месяца будет ректором университета. И я перехожу на должности президента университета и собираюсь заниматься всем тем, что связано с стратегией, с развитием университета. Я уже говорил, что в условиях нынешних, в которых мы живем, сокращение финансирования, сложная демографическая ситуация, конкуренция на рынке. Очень важно правильно выстраивать и реализовывать стратегию. И, кроме всего прочего, мы еще пока это не осознали, меняется в очередной раз парадигма образования. И университеты, как структуры, в которых создаются новые знания, и эти знания транслируют студентам, они видоизменяются. Сегодня вот все то, что традиционно мы привыкли слушать в лекциях, читать в учебниках, это все есть в Google, это есть в информационном поле. И университеты всего мира, до нас и до России пока это еще доходит с трудом, но университеты, продвинутые в мире, они меняются. И нам к этому нужно быть готовыми. И я считаю, вот особенность нашего университета в том, что мы на несколько лет раньше, чем наше министерство образования, в университете начинаем делать преобразования, и эти преобразования, заранее нами спрогнозируемые и реализуемые, они позволяют университету всегда на несколько шагов быть впереди. И я считаю, что это очень важно, и я этим собираюсь заниматься. Ну а конкретные шаги уже определены, вот что вы в первую очередь будете делать? То есть они так вот практические такие? То есть тут стратегия, она такая глобальная? Ну вот я считаю, что нам нужно дальше идти по пути отработки технологии и практикоориентированного учебного процесса. Вот я считаю, что вот это направление, связанное с обучением каждого студента коммуникативным качествам и свойствам, между прочим, не секрет, вот когда бываешь за границей, русского человека всегда видно, как он только вышел на расстояние прямой видимости. Это, как правило, такой нахмуренный, серьезный, неулыбчивый человек. А в мире это не так. Вот эти вот вопросы, связанные с коммуникативностью, это очень непросто, я бы сказал, для менталитета нашего человека. Над этим надо работать, и это тоже целый пласт работы. Улыбаться должны научиться от управленцев до каждого студента. И вот этой коммуникативности надо учить. Ну и я уже сказал, что университет, мне кажется, через несколько лет должен быть совершенно иным. Технологии обучения должны быть построены на основе информатизации, и это дальше пойдет намного быстрее, чем сегодня. К этому нужно быть готовыми, и над этим надо работать. Будем заниматься. Вы как раз вспоминали об иностранцах, что вы приезжаете за рубеж, видите. А вот иностранные студенты сегодня едут в ОГС. Много ли у вас студентов иностранцев? Каких специальных они предпочитают учиться? Да, порядка 14 направлений, по которым учатся иностранные студенты. И иностранных студентов около 500 человек. И мы этим делом серьезно занимаемся. И считаем, что если иностранцы, кстати, и американцы у нас учатся, и канадцы учатся. Если к нам приезжают учиться иностранные студенты, это говорит о статусе вуза. Но, кроме всего прочего, мы заинтересованы также и в том, чтобы наши и студенты, и преподаватели ездили по другим университетам мира, учились, стажировались, накапливали опыт, привозили этот опыт сюда. Я считаю, это очень важно. Но вот еще раз, мы очень довольны тем, что к нам приезжают учиться. И вы знаете, вот последняя тенденция. У нас же есть в университете лингвистическая школа, где наши студенты учатся, наши дети учатся по 12-летней программе международного бакалавриата. И выпускники этой программы получают сертификат, который дает им возможность поступать в 100 лучших университетов мира без экзаменов. Так вот, мы позапрошлом году выпустили первого такого корейского мальчишку. Он поступил в Сеульский университет. В прошлом году к нам уже в 10-11 класс приехало 5 корейских детей с 10 класса. А в этом году их уже 17 человек, начиная с 7 класса. И я считаю, что это сколько угодно можно говорить о том, хороший университет, плохой университет, хороший, хорошо учат, плохо учат. Но если к тебе корейские родители присылают семиклассника на год учебы и платят за это очень приличные деньги, мы даже не можем представить себе, чтобы такие деньги платили, то в моем понимании это само по себе говорит об уровне, о качестве. Хорошо. Я сейчас предлагаю прерваться на небольшой блок коммерческой информации, а дальше мы продолжим разговор в прямом эфире.